Приветствую вас! Вы знаете, мне во-первых бросилось в глаза то, что вы не задали вопрос. То есть у вас очень много текста, у вас очень большая такая история, которой вы решили поделиться. Вот. Но вы не задали вопрос. Это первое. То есть вы говорите, не знаю, что делать, чтобы что. То необходимо сформировать цель, сформировать нужную цель. В первую очередь. Потому что именно поэтому вы не знаете, что вам делать, нет цели. Это первое. Значит нет вопросов. Второе. У вас достаточно много обвинений идет в сторону родных. Вот. Я вас понимаю почему. Понимаю почему это происходит. Вот. Родные собственно точно так поступают. Ну то есть обвинять вас это безусловно понятно. Вот. Но. Вы как бы обвиняя своих родных, ну в общем-то не делаете себе лучше в этом смысле. Вот. Скорее наоборот, вы делаете себе хуже. Вот. Потому что, ну обвинения, они мало кому помогают в этом смысле. И, соответственно, если вы будете продолжать обвинять себя, то, ну, точнее обвинять других и себя в том числе. Вот. То из этого ничего хорошего не получится. Вот. Это второе. Третье. Третье. Третье, что я хочу сказать. Эм. Выбор. Попрос выбора. Понимаете, штука вся в том, что вроде бы вы хотите быть со своим молодым человеком, вроде бы вы хотите жить со своим молодым человеком, да? Эм. Эм. Но. В то же время. Вы не рассматриваете даже вариант. Эм. Вариант. Эм. Бросить учебу. Пока. На этот вот период, да? Эм. Ну. Пока. Вам. Вам. Трудно. Пока. Вам. Вам. Тяжело. Живёт. Вот. Вы не рассматриваете, эм, вариант бросить учебу и, собственно, начать работать. м-м-м, значит, чтобы обеспечить, э-э, себя, и, э-э, молодого человека, да, чтобы обеспечить себя, там, словно когда, жильём. Вот, э-э, это вот, если честно, в некоторой степени странно, вот, потому что, опять же, опять же, да, ну, вы извините, но, нужно наставить приоритеты, нужно наставить приоритеты, вот, то есть, что вы, э-э, делаете, в первую очередь, вот, что вы делаете в первую очередь, а я этого не вижу у вас, э-э, к сожалению, к сожалению, вот, 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 к сожалению, я этого у вас не вижу, то есть, вы хотите и учиться, да, э-э, вот, и, э-э, в то же время вы хотите быть своим молодым человеком, то есть, так, э-э, так не бывает, к сожалению, так не бывает, то есть, э-э, не бывает такого, что получается всё, как правило, и, приходится делать выбор, вот, поэтому, я рекомендую вам этот собственный выбор и сделать, вот, что вам необходимо, вам необходимо его сделать, то есть, что вы будете учиться, или вместе с, э-э, или прямо сейчас, прямо сейчас, да, грубо говоря, сойдёте работать и будете, соответственно, работать, ну, будете работать, э-э, где-то, вот, с молодым человеком себя обеспечить, э-э, более-менее, а, после этого вы уже сможете, э-э, насчет, ну, учиться, вот, э-э, ну, сможете, сможете поучиться, вот, и сможете, собственно, что-то для себя, как бы, ну, получить, что-то непонятно, вот, куда вы так гоните в этом смысле, то есть, почему так важно учиться? Сейчас для вас, вот, в силу того, что происходит, да, сейчас для вас важнее, э-э, не учёба, а, именно, вот, работа, ну, если вы хотите, опять же, с, э-э, молодым, с молодым человеком, своим, э-э, быть в отношениях, э-э, э-э, это, вот, то, что я могу вам сказать, да, ну, то есть, это, вот, такой аспект, не единственный, не единственный, не единственный, не единственный аспект, но, э-э, не маловато. Следующее, э-э, о чём хотелось бы сказать, следующее, э-э, это ваша неуверенность в себе, то есть, вы, как бы, э-э, может, очень сильно зависите от мнения других людей, вот, от мнения своих родных, они пишут, пишут, что они настраивают вас, э-э, против, там, ну, против, против вашего молодого человека, вот. Эта зависимость, эта зависимость, она связана с тем, что вы не уверены в себя. Это зависимость. Эта зависимость связана с тем, что вы, э-э, ну, скажем так вот, э-э, ориентируйтесь на них. Э-э, потому что у вас нет какой-то, какой-то такой, э-э, серьезной и близкой, э-э, связи с родными, ну, с родными людьми, э-э-э, вашим. Вот. И, э-э, вы все-таки нуждаетесь во мнении других, э-э, все-таки вам, э-э, мнение других нужно, вот. Э-э, может быть вы это будете отрицать, но, скорее, это так, потому что, э-э, у вас недостаток взаимодействия с э-э, своим окружением, с людьми, ну, с людьми, с людьми, которые, вот, рядом, э-э, рядом с вами, э-э, находятся. И, соответственно, недостаток, недостаток, э-э, представление о, э-э, себе. Вот. Ну, недостаток, э-э, информации о, э-э, себе. Вот. Так что, в этом, в этом смысле, э-э, я думаю, э-э, что, э-э, значит, вы не уверены, э-э, в том, какая вы, э-э, и, что вы за человек, не уверены в себе, не уверены вы, э-э, в том, например, что делаете, вот, э-э, в том, например, чем вы, э-э, занимаетесь, э-э-э, вот. В этом, в этом, к сожалению, во всём, во всём вы не уверены. И, э-э, отсюда идёт такая вот агрессия на, э-э, значит, родных, да, обвинения родных и так далее, и прочее, э-э, опять же, принятие помощи родных, э-э, то есть, позволение им, э-э, помогать вам. Ну, это всё вот идёт, к сожалению, это всё идёт отсюда, ну, от, э-э-э, не уверены, не уверены в себе. Вот. Это ещё один момент. Это то, что нужно корректировать. Дальше. Значит, э-э, следующий аспект. То, что вы говорите, что вы, э-э-э, во всём, во всех отношениях, э-э-э, такой зависимый человек. Э-э-э, то, что вы говорите, что вы, во всём, во всех отношениях, э-э-э, такая прям вот, не, ну, не самостоятельно, не самостоятельная личность, вот, во всех отношениях. И это, в общем-то, тоже достаточно такой, э-э-э, немаловажный факт, вот. Потому что здесь вы, вероятно, склонны, э-э-э, не нести ответственность за себя, за свои желания, вот. Опять же, э-э-э, сразу хочу сказать, что, э-э, я в этом не уверен, в том же я сейчас говорю. Это просто, вот, э-э-э, мои такие предположения относительно ва-вас, относительно вашей истории. Ну, потому что косвенно на это указывает, э-э, вот, э-э-э-э-э, значит, ну, то, что вот вы описываете. То есть, неоднократно, неоднократно, да, неоднократно вы повторяете то, что вы долго будете зависеть от них, вы долго будете надаться в них, ну, вот в своих родных и так далее. Хотя вы уже взрослый, совершеннолетний человек и можете, в общем-то, самостоятельно себя обеспечивать. Да, это, конечно, требует определенных усилий, но, если, опять же, вы хотите быть своим молодым человеком, то, мне кажется, это более чем достойная цель, чтобы ради нее, ради этой цели постараться. Вот. Вы так не считаете? Вы не считаете, что это достойная цель? Понимаете, да, о чем идет речь? Дальше. Так. Мы закончили, значит, мы закончили первый курс. Так. Мы начали жить вместе, потому-то мой отец и бабушка были против наших отношений. То есть, вы, простите, но я не понимаю, что вы имеете в виду. Во-первых, какое отношение имеют бабушки и отец к вашему роду? Вашим отношениям, что они против, что они не против. Вообще, какое они к этому отношение? Это первое. По-вашему, хотя бы. Мнению, на ваш взгляд. Ну вот. А, второе. Второе. Вы сделали это, как бы, и на зло? Опять. Или как? Как это происходило? То есть, ну, поискните, пожалуйста, этот, этот момент. Вот. Если вы сделали это назло, что-то зачем? А-а-а-ом, назад. Если бы сделали это для себя, да? А-а-ом. То, при чем тут тогда родители? То есть, это вот, ну, что-то, что-то непонятное на самом деле. Нельзя строить отношения на противовесие, на противодействие на борьбе с другими. Всегда осталось, что я слишком много времени провожу с ними. С ними. А вы здесь, причем, у меня нет матери, она ушла к другому мужчине 3 года назад, ей все равно на меня забрала брата и ушла. Так, 3 года назад, это для нас тоже, вероятно, травма и, вероятно, здесь имеет место обиды на маму, да? Что-то, что тут тоже на ней следовало. Она управляет так. Папа живет женщиной, у которой двое детей, она управляет им как хочет, но он слабый характер. Ну, здесь вы, вот, позволяете себе оценивать своего папу. По какой-то причине. Среди детства он меня извал и мочугался. Может быть, это и не красит его, точнее, совсем не красит, и для вас это означает, опять же, наличие травмы, но оценивать своего отца, именно оценивать своего отца. Не стоит. Не стоит. Ничего хорошего об этом не будет. Дальше. В прошлом году он высказал меня по поводу моего парня, а его зовут Никита, и что он материл его различными словами, и до сих пор не пойму за что, а вам зачем понимать, за что. Они с бабочкой бросили меня, ходили и на все тело обзывали меня падшие женщины, хотя я поводу не давал для таких обвинений. Молодого человека тоже они оскорбляли, он, кажется, никогда в жизни не будет с ними общаться после этого, и хотел разбираться. Что это значит, разбираться? Что значит бросили с бабочкой? Какое вам дело до того, что они кричали, ну, так, что вы пишите, обзывали нас на сего? Какая вам разница? Если вы любите человека. Так, я его все время останавливала. Зачем? Останавливали зачем? Ну, хочет человек разбираться, пусть разбирается, как бы его оскорбляют, он имеет право защищаться. Вопрос только в том, как разбираться, что вы понимаете под этим? Ну, разбираться не очень понятно. Я его все время останавливала, и вот он снял квартиру, 10 тысяч рублей в месяц, плюс коммуналка. Две комнаты мы забрали, две комнаты мы забрали его кота, жили маленькая семья, его отец на воздействие на квартиру. Здесь я могу сказать только то, что вы все время как бы пытаетесь, как бы пытаетесь жить непосредственно, я бы в общем-то они есть хорошо. Что-то вы пытаетесь жить непосредственно. В том плане, да, в том плане, что вы зависите от кого-то. Опять. То есть вы живете вместе, но вы зависите от кого-то. А это не здорово. Дальше. Так, вскоре фирму раз закрыли, нам нечем было платить. Ну вот, да, понимаете, полное, полное вообще зависит от другого человека. У меня не было ни копейки. Так, значит, на тот момент я уже помирилась с бабушкой и отцом, мне пришлось, потому что мне нужно было покупать. Ну вот опять же, да, опять же. Пять же. Мне пришлось. За что это значит пришлось? Ну, вы могли работать, как бы. Вы могли работать, но вы можете сам себя обеспечить. Вы это сделали по другой причине, потому что вам эти люди нужны, скорее всего. Дальше. И снова опять зависимый. Елизавета. Ну и дальше, в принципе, всё в таком духе. Считать, как бы, смысла нет, да. Дальше всё одно и то же, всё об одном. Вот. А вы пишите, что я бы сама ушла от этих родственников, но я всего лишь старокурница, как и он. Мне ещё долго придётся от них зависеть. Нет, не долго, если вы будете сами работать, тогда отложите в сторону ещё. Почему этот вариант вы не рассматриваете? И, по сути, вы занимаете позицию жертвы. Я рекомендую вам треугольник Карпмана изучить. Настоятельно рекомендую изучить треугольник Карпмана. Вот. Потому-то это ваш. Потому-то это ваш. Правда. Это очень важная история. Треугольник Карпмана в данном случае. Это очень важно. В целом, это отсутствие принятия собственной ответственности. за то, что происходит. Вот. Обращайтесь за личной консультацией. Эмоционально сепарируем вас от родителей. Эмоционально сепарируем вас от родителей. Вот. Поработаем с самооценкой, с уверенностью в себе. Вот. И определим, что вы всё-таки хотите. Если у вас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку Будуратамыч. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. И если вы сделаете его лучшим, лучшим, если вы сделаете лучшим ответ, я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.